Девушки отдыхают Ты не хозяин Дев, кому вернуть? За крест хорошие деньги дают Что? Что случилось? Да-да, она была в восторге, я тебе говорю Да не от телефона, а от концерта Я тебе рекомендую свою тоже туда сводить Ну Настя, Настя, я тебе о ней рассказывал Я не знаю, люблю, не люблю Тянет к ней Обязательно познакомлю Ладно, давай Привет Давно тут сидишь? Пару минут А вообще подслушивать не хорошо Я не подслуховала, я приветилась, а ты меня проигнорувала Наверное, просто не услышала, извини Ну, то такая любовь Спочатку люди не дочувают, а потом не дочувают Привет, Андрей Всем привет Что там по делу? Там обратился Владимир Курнев Мастер по ремонту кондиционеров Он нашел в квартире своего деда Мистический крест Хрест-мощевик И с часткой Животворящего Христа Мабуть, дорога речь Ну, это нам нужно будет выяснить Животворящий крест Крест, на котором, согласно христианским верованиям Был распят Иисус Христос Является одной из главных христианских реликвий Как только Владимир решил найти покупателя Ему начали сниться кошмары Во снах покойный дед угрожает ему И запрещает продавать крест А на его с Владимиром происходит несчастье Я бы очевидно еще давно дружился Да И эта необъяснимая чертовщина Омрачает его семейную жизнь Ну, это пока необъяснимая Я думаю, мы разберемся Поехали По дорозе подвезем твою Настеньку Ладно, я жартую Зайду в лабораторию А ты зажди меня в машине Ты что, опять с Настей? Работе это не мешает Когда мои помощники приехали домой к Владимиру Мужчина был один Его молодая жена должна была вернуться с минуты на минуту Она преподает английский и немецкий У нее ученица в соседнем дворе Я зрозумела А если вы не против, я начну Оглядать комнату на предмет токсинов А мне не могли бы показать тот крест, о котором идет речь? Да, конечно Извините, пожалуйста Я его как раз забрал А у кого вы его забрали? Я не храню его дома Он лежал в банковской ячейке Она ведь так Да, так будет лучше Лессе Я не хочу, чтобы она пострадала Ну да, и к тому же он стоит немало денег Ну и поэтому тоже Скажите, а как он у вас появился? Владимир рассказал, что после смерти деда Деда получил в наследство его квартиру Решил сделать ремонт Крест он обнаружил, когда выбрасывал старую мебель И откуда у деда этот крест? Ведь он всю жизнь был заядлым атеистом Я, конечно, выбрасывать крест не стал Рассмотрел его Камушки какие-то Ну, дай, думаю, схожу к антикварам Ну, мало ли Может, камни драгоценные Как только у меня эта мысль возникла Я увидел своего покойного деда Не отдавай Никому Никогда У меня никогда такого не было Дежавю или что Как сон, только не спишь Я решил, что отнесу крест в дом пока Ну, а там решу, что с ним делать Я пропрошу, это отца ведь чего? Я не знаю Вы его антикварам показывали? Нет Подумал, обязательно кинут Нашел форум искателей всяких там древностей Черных археологов? Да, типа того Выставил фото, ну, они отозвались И что сказали? Ну, один даже написал, что, мол, крест содержит частицу животворящего И на нем какое-то заклятие удачи Ну, и, кроме всего, есть легенда Что андалузит – это вот этот вот камень А он приносит победу его хозяину Ну, вы же разумеете, что это легенда? Я тоже сначала так думал Но с того дня, как я его нашел Жизнь буквально перевернулась Посыпались заказы по работе Ну, а самое главное Я через неделю после находки я женился И вы думаете, что помог вам в этом всем крест животворящий? Ну, я понимаю ваш сарказм, но сами посудите Крест животворящий – это символ новой жизни И вот у меня, бац, новая жизнь Кроме всего, я убежденный холостяк Встречаю юную девушку Через три дня делаю ей предложение Через неделю мы муж и жена Боже, як це романтично Обожнюю решучих чоловіків Так а чего вы вообще к нам обратились, Владимир? Если у вас все так чудесно Чудесно было недолго Я попытался его продать Тут-то все и началось Владимир нашел покупателя И договорился встретиться с ним на следующий день А ночью случилось первое видение Верни крест Ты не хозяин Нет Кому вернуть? За крест хорошие деньги дают Что? Что? Что случилось? Что? Рана образовалась сама по себе Буквально из ничего И четко куда дед целился Не хотите вы сказать, что это огнестрельное ранение? Нет-нет, просто ссадина Через неделю затянулась Даже, видите, не осталось А вы принимаете какие-то пигулки? Можливо, снодейное, заспокиненное? Ну, я принимаю препараты Против аллергии У меня аллергия на пыльцо Ага Если вы не против Я хочу взять пигулки на анализ И вашу кровь на анализ тоже Да, конечно Но, вы знаете Лиська меня по докторам уже затаскала Всякие там аллергологи Диетологи Психологи Но Вы знаете Никто не может разгадать эти сны На самом деле Мы даже обратились к народной медицине Ну да Правильно Они всегда что-нибудь найдут Ну, я то же самое говорил у Леси Но она настаивала Именно поэтому мы обратились к экстрасенсу Экстрасенс сразу определила Что в квартире долгое время Хранилась вещь с очень сильной энергетикой Эта вещь вам не принадлежит Так? Допустим Вам будет очень плохо от этой вещи Особенно девушке Скажите, а Можно как-то этого избежать? Ну, я не знаю Кому-нибудь отдать или продать эту вещь Его нужно отдать прежнему владельцу Господи, да откуда я знаю, кто это? Вы понимаете, в каком я тупике? Ни у себя оставить, ни выбросить, ни продать Да, но все же продать вы его пытались Да, пытался Пока думал, что все это бред сумасшедшего Но потом понял, что нет А я какой-то изразумеваю А я сто раз тебе говорила Отнеси его в церковь Пожертвуй И все наладится Все, не начинай Познакомься, это Марина, это Евгений Ты про сон-то свой рассказывал? Про церковь? А, нет, еще не успел Владимир рассказал, что однажды ночью Ему приснилось, будто он стоит посреди старой церкви А затем прямо перед собой он увидел деда Владимир как будто наблюдал за событием Которое произошло много лет назад И не мог вмешаться Что ты творишь? Так ты украл его? Это не твое, солдатик Нужно вернуть Не оскорбляй образ Божьей Матери Уйди из заранее Я позову настоятельницу Дед, ты чего? Нет От этого ранения вот еще небольшой рыбец остался А как вы думаете, на самом деле откуда этот крест взялся у вашего деда? Я не знаю, может он и не его А я вот верю, что дед с тобой таким образом общается Показывает тебе правду про крест и просит отнести его в церковь Не начинай Ну, действительно, а чего вы его не пожертвуете церкви? Ну, вещь-то не из дешевых То-то же Тебе дед показал, до чего жадность доводит? Он из-за него человека убил Когда я познакомилась с Вовой, это был очень веселый и уверенный в себе мужчина Но после того, как он узнал, сколько стоит крест, он очень сильно изменился Он стал замкнутым, скрытным, совершенно чужим мне человеком Не за такого человека я выходила за ночь Дайте хоть посмотрите Из-за чего? Подожди, подожди Мы тебе же говорили о том, что именно для тебя он может представлять действительную опасность А я не боюсь Потому что у меня ты есть Я за тебя, Вов, переживаю Нам уже час Тогда сделаем так Вашу реликвию я поверну вам завтра А сейчас возьму вас коф на анализ, хорошо? Только вы не могли бы дать мне расписку? Ну, чистая формальность Ну, окей Спасибо Слушай, а тебе не удалось, что этот Володимир какой-то дивный, как сейчас приховывает? Я думал, тебе нравится решительный мужчина А это тут до чего? Ладно, прости Больше не странный, а, наверное, жадный Похоже, этот крестик стоит немало денег Ну, а ты дознаем вас Я тебя сейчас завезу в офис, а сам прокачусь к историку, окей? До Настиного дядька А что здесь такого? Да не ничего, чтобы работе не заважало Вообще-то я по рабочим вопросам Ага, конечно Евгений приехал на встречу с историком Егором Коваленко Здравствуй, Женя Спасибо, Егор Где? Что пришел? Да, вот такая вещичка, нужна твоя консультация Ух ты Ну, это вещь 17 века Таких в Украине всего четыре В Виннице, Ужгороде, Мукачево, ну и Киеве Ну и, конечно же, все они хранятся в православных храмах Я понимаю, какую историческую ювелирную ценность несет в себе этот крест Но в чем его уникальность? Ну, история знает массу чудодейственных исцелений, связанных с частичками животворящего креста Но также он еще и является своеобразным тестером на мысли и намерения человека Я лично видел, как некоторые паломники не могли прислониться к такому кресту Как будто какая-то невидимая сила держала их на расстоянии Другие же, прислонившись, начинали вести себя как-то не по-человечески Энергетически эта вещь очень мощная Но понять природу этой мощи нам пока не дано Есть масса упоминаний о том, что люди, касаясь креста, видели святых, ну и чувствовали Божью благодать Так, у нашего клиента, владельца этого креста, как раз видение К нему приходит покойный дед и требует вернуть крест хозяину Но один вопрос, он не знает, кому принадлежал этот крест Не, ну я вам здесь тоже не помощник Держи Жаль Хотя, знаешь, у меня есть один знакомый, директор исторического музея И ему подобную вещь пытались недавно продать И пока он там тщательно изучал вопрос, сделка по какой-то причине сорвалась Может быть, он поможет? Может, поможет, а есть контакт? Да Сейчас смс-ку тебе Кстати, сколько стоит этот крест? Ой, ну, эта вещь очень дорогая Ты знаешь, если бы я знал, с чем ты ко мне идешь, я бы тебя лучше дома принял Спасибо, получил Давай Итак, что у нас есть? Владимир случайно нашел в квартире деда крест 17 века Как только он собирается его продать, появляется призрак деда и запрещает делать это После видений на теле Владимира остаются кровавые раны Как это можно объяснить? Этот крест – настоящая реликвия Таких в Украине всего четыре И, судя по ведениям Владимира, его дед этот крест украл Но что произошло на самом деле? Какова реальная история этого креста? Человек, который прикасается к этой реликвии, якобы не может скрыть свои истинные намерения и помыслы И если допустить, что это так, причина происходящего с Владимиром – он сам Мои размышления прервал визит нежданной гости Здравствуйте, Настя Здравствуйте А Жени нет А вот, это вам Женя мне рассказал, где делают ваш любимый кофе Спасибо, конечно Ну, присядьте Спасибо Андрей Привет, Настя Здрасте Налезу скою на напад Кем? Ты не поверишь, черницею Владимир Курнев нашел в квартире деда старинный крест Как только Владимир собирается продать реликвию, ему начинают сниться кошмары А в реальной жизни происходят несчастья Жена Владимира, Леся, убеждает супруга передать крест церкви Моя помощница сообщила, что с женщиной произошло несчастье На Лесю скою на напад Кем? Ты не поверишь, черницею Монахинь? Так Володя уже ей везет до лекарни Я не знаю, там что-то с хребтом Я туди тоже А что с анализами? Анализи кров чистая Плесневый и токсинов я не нашла Пигулки, которые он принимает действительно от аллергии Но крышку, которую я нашла, она от анестетика Местное обезболивающее? Так, я спросила Володе, что это такое, он не знает Думала, Леся знает, она тоже не имеет уявления, про что я спрашиваю Тогда нужно будет выяснить, кто еще вхож к ним в дом Так Возьмите кофе, Марина, в машине попьете, там сейчас пробки Марина немедленно отправилась в больницу Проведать супругу Владимира Леся была в очень тяжелом состоянии У девушки был поврежден позвоночник Из-за травмы обе ноги парализовало Не нужно было затевать это расследование, когда крест оказался в чужих руках Заспокойтесь, будь ласка Краще расскажите, кто крим вас убог, знав про расследование и взагали еще осталось Никто не знал Вов, у меня и так голова болит, я прошу тебя, не кричи Прости Я смотаюсь на работу, может быть, отпрошусь на сегодня-завтра Звони, если что Леся, а что кажут лекарей? Храбет цельную зачепил? Ну, пока ничего не говорят, я просила их всю информацию вам передавать Откровенно говоря, мне очень страшно Леся рассказала, что выйдя из квартиры, она ощутила необъяснимую тревогу Девушке показалось, что за ней кто-то наблюдает Вас предупреждали Это все, что я помню Господи, пожалуйста, спасибо Спасибо А кто еще бувает у вас дома? Ну, особо никто Так, сосед иногда заходит Сосед то, что вас нашел? Да Вы знаете, я так переживаю за Вову, за себя Не знаю даже, что нам делать Я вас понимаю, но сейчас вы думаете только про отдушение А про все другое подбает ваш человек Ну, и мы так же Вы знаете, он когда выходил, я слышала его разговор Он снова взялся за старое, хочет продать этот крест А ведь мое падение не случайно День добрый, шаново Добрый день Это мой врач, Павел Витальевич Это Марина из передачи, я вам рассказывала Дуже приятно Я могу поглянуть? Травма серьезная, так же и ты будешь Планируем на завтрашний вечер операцию Ничего тут лекатись Вы же не хотите все життя в визочку кататись Без оперативного втрощения и риск лишитись инвалидом А тем временем Евгений встретился с Алексеем Федоровым Директором частного музея Ему, по словам Егора Коваленко Предлагали купить этот крест Так, он выглядит намного лучше, чем на фото Это его предлагали вам купить? Так Это национальный скарб А что лично вам известно об этом кресте? Насколько я знаю, он был подарован белым офицерам Это на увазе Храму Вознесения Но потом его было передано до женского монастыря На Житомирщине Он получил такую цену, что я должен был закласти свой музей Зайдите в интернет Сколько там есть сайтов от черных археологов Там, может быть, Володимиру запропонували А когда Владимир предложил вам купить этот крест с вами ничего странного не происходило? Ну, может, неприятности какие-то? Главная неприятность в том, что мы договорились с ним Все, треба звыкнуты Алло, Маришка, есть одно дело Надо одного старичка раскрутить Что на что? На разговор, конечно Да, я в тебя верю, я знаю, что ты умеешь Я крест сейчас привезу в офис Алло, Настена, привет Марина, как и обещала Евгению Встретилась с Иваном Сергеевичем Соседом и другом покойного деда Иван Сергеевич назвал настоящую стоимость креста И эта сумма была действительно астрономической Григорий Иванович был моим наставником, учителем Ну, человек-легенда А Володька у меня на глазах рос А где служили? В органах Органы? Ну, понятие растяжное Вот Цікаво, что это за формула? Это спецподразделение Занимались тем, что возвращали на родины ценности, украденные фашистами И как успешно? Ну, я-то такой, а Григорий Иванович в этом деле сильно преуспел Слушайте, а вы часом не знаете Не повертал он на батьковщину реликвию с часткой живетворящего хреста? Ну, так точно Было такое А вы не знаете, где она сейчас? Нет Этого я вам сказать не могу Ну, столько лет прошло А я знаю, что вы в курсе, что хрест у Володи Вам звонили из музея и не требует его прикрывать Пробачьте, будь ласка Володя не предупреждал о вашем визите Я не знал, имею ли право Маете Тем более, что через секрети и недомовки могут постраждать люди Ну, уже постраждали Вы про Лесю? Угу Ужасный случай Тому давайте на чистоту Чому Володя змінив ціну на хрест? Вы поспоряли? Сума, которую давали музейщики Это курам на смех Чисто воды надувательство Ну, а вы чего переймаєтесь? Він пообіцяв с вами поделиться? Ну, не то, чтобы Он, конечно, говорил что-то такое Я не ради наживы Он у меня на руках рос То, может, уже знайшли покупца? Нашел Известный коллекционер Из Германии Какаясь цікаво виходить Ваш учитель Повертав ценности на батьківщину А вы радите его онукою Их продавати за кордон Если Григорий Иванович Оставил эту вещицу у себя Значит, он завещал ее внукам Внукам? То Володя не единый онук? Ой, их Вот У меня и фото есть Говорю же Они мне как родные Это Волка Дочка моя Вика И Валя Вместе росли Как родные А Валя це кто? Честра Волкина Винно расповедав Она с мужем Где-то на окраине квартиру снимает Они с Волкой разные совсем Почти не общаются Вот, наверное, я ей не рассказывал Ну, хотя Недавно видел ее Может, помирились Марина не стала откладывать визит к сестре Владимира И отправилась к ней в тот же вечер Моя помощница обратила внимание Что в квартире есть книги по эзотерике Тоже интересуетесь? Ну, можно и так сказать А Вова говорил что-то Я посоветовала ему обратиться к вам на программу Правда? Угу Не нравится мне, что с ним происходит Он очень изменился Скрытный такой Не договаривает что-то Ну, мы теж це помітили Думаете, справа в реликвии? Да нет Я раскинула карты Таро Они сказали, что дело в женщине А веки и сами не сказали Чувствую, что вы не доверяете Таро А зря Вот дайте руку На любовь Ну вот Например Рядом с вами парень Давно Но вы не вместе Так про всех можно сказать Боится он вас Мечется Ну и вы не знаете, что делать А делать надо по любви А в него и есть кто-нибудь? Да Он сейчас с ней В казенном доме В ресторане или баре Добрый дякую Я все ж таки По справе вашего брата Но он не будет с ней Если вы его любите Но вы ведь не знаете А Володе я говорила На него порчу хотят навести Ца вам Таро сказала? Сама увидела Я на днях приходила к ним в гости А у них в дверях торчат иголки А под ковриком черный пепел Ну вот Лайся с лестницей упала А как вам взагал Это Лайся? Честно Я уже не надеялась Что этот лоботряс Когда-нибудь Женится Поэтому любая Кто готов выйти за него Для меня Самая лучшая Ну вот я На 7 лет его младше А у меня уже двое детей Школьников А чему вы не переехали В квартиру деда? У вас родина Більша за годину? Я подарила свою половину брату А самі зараз Знімаете гостинку На 4-х осіб Як на мене Это не справедливо Очень даже справедливо Лише в ціголки Так нет Ей Нашого Вовану Престарелого Подавай Так Владимир Вызывает у меня Все больше подозрений Он не рассказал Что пытался Продать реликвию Частному музею Умолчал О том Что у него Есть сестра Не упомянул О влюбленной В него Вике Нужно поговорить С Владимиром И разыскать Вику Быть может Она имеет Отношение К тому Что произошло С Лесей Но Как Вика Могла подстроить Видение Владимира Оставляющее На его теле Кровавые следы Привет Привет, Женя Присядь пока У меня есть новая Инфа по поводу креста Женя рассказал Что после разговора С историком Предположил Сон про монастырь Который видел Наш герой Возможно Действительно Вещий Поскольку Именно такой Крест Пропал Из одного Женского Монастыря Монастырь Находится В Житомирской Области Я завтра С утра Туда поеду А тем временем Моя помощница Встретилась С Викторией Вика Леся сказала Что ее Зештовхнула Зе сходов Женка Ну В таком же Самом пальто Как у вас Леся Пошкодила Хребет Вона Може Залишитись Инвалидом Вас Предупреждали Ну Мне Жаль А я Тут При чем Ну Мало Ли В городе Таких Пальто Ну Вам Сказать Магазин Где Я его Купила Ні Дякую Краще Скажіть Мені Де Ви Були Вчора О Першей Годині Дня Ну Легко На екзамене По экономике Предприятия Вам Зачетку Показать Ні Дякую Я Краще Дізнаюсь У вас На факультете Ну Еще Не хватало Чтоб Мені Телевидення Подозревало В нападении На человека Ну Тем Более На Вовкину Жену Нам Відомо Що У вас Були До нього Почиття Притом Дуже Долго Все Ясно Валю Большой Привет Не Меняет Ни годы Ни дети Це Про що У меня К Володе Стали Самые Теплые Чувства А все Эти Стлетние Это Дела Давно Прошедших Лет Извините Было Приятно С вами Пополтать Но Просто Я Спешу Навстречу Дякую Володимир Володимир Добрий день Це Марина Я до вас Зранку Заїжджала Думала Вас Застати Так Хрест Я перевірила Можу Вам Повернути Але В мене Є до вас Декілька Запитань Добре Після обіда Я вам Зателефоную А Евгений Добрался До монастыря Из которого Пропала Реликвия О том Как это Произошло Ему Рассказала Монахиня Эта История Удивительным Образом Напоминала Сон Владимира Монахиня Также Рассказала О чудесных Историях Связанных С пропавшим Крестом Настоятельницу Нашли С тремя Родениями В живот Господи Прости нас Грешно А убийцу Так и не нашли Ни убийцу Ни крест С частицей Животворящего Креста Господня Когда он В церкви Находился Масло В лампадке Не заканчивалось Никогда А исцелений Сколько было И бесплодные Беременели И незрячие Прозревали И неходячие Вставали Говорите Неходячие Вставали Всех То с Лесей Добре Иван Сергеевич Версию В назначенное время Владимир Прибыл на встречу С немецким Коллекционером Стефан Опаздывал И вдруг Твою дивизию Кажешь Его отруили Целком Жіночий метод Ну ты ж проверила Кто потенциально Мог его отравить Вот что мы упускаем Все началось С того Как Владимир Разместил фотокреста На неком сайте Жень Ты его смотрел? Я не успел еще Я тоби адресы Выслала Добутому Мариночка Я так же Как и ты Был на встречах И багато дизнався Так Хватит уже Ну что там? Так Сайт аукцион Сейчас я зайду На страницу Владимира Блин Тут человек 300 Андрей Давай я займуся Немцем Его явно Отруили в готеле Він там пробув Весь день Я дзвонила Кухаренко Да хорошо Поезжай Жень Жень Перестань Вспешкой Лопатить этот сайт У меня есть идея Получше Набери-ка Своего историка Я из-за этих допросов Сама не своя Администратор гостиницы В которой жил Стефан Рассказала Марине Что утром Погибший немец Встречался С красивой Женщиной А они Мило позавтракали В ресторане Ушли А они Выглядали Как Знаем Не знаю Скорее Не близкие Но она Очень хорошо Говорила На немецком А давайте Я вам покажу Декилка фото Может Вы и впизнаете Да Это она Точно Владимир Курнев Нашел В квартире Деда Старинный Крест И после Этого Стал Видеть Кошмары После Страшных Снов На его теле Остаются Кровавые Следы Владимир Хочет Продать Крест Его Жена Против Она Убеждает Супруга Передать Реликвию Церкви Крест Решил Купить Немецкий Коллекционер Но его Отравили Утром Перед сделкой Он встречался В гостинице С какой-то Женщиной И Марине Уже Известно Кто Виновен Во всем Происходящем Я не понимаю Если это Она Зачем Так Все Усложнять Она Жмогла Просто Украсть Крест И сбежать Или Зачем Вообще Его Воровать Он Он же Собирался Его Продать А Они Женаты Итак Женщиной С которой В гостинице Встречался Стефан Была Леся Жена Владимира Которая Якобы Лежала Парализованная В больнице В ожидании Сложной Операции Но Кто Она И на Кого Работает Чтобы Выяснить Это Мы решили Пойти Тем же Путем Что И Владимир Мы Попросили У Историка Егора Коваленко Фото Пропавшего Реликтового Перстня Так Называемого Перстня Виктория И Разместили В комментариях Мы написали Что нашли Его У себя На даче И хотим Оценить Стоимость Этой вещи Опа Что там Кто клюнул Первым Сейчас Алексей Федоров Музейщик Может они Как-то связаны Ну Федоров И Леся Мне кажется Я знаю Что нужно Сделать Мы пойдем Еще На один Эксперимент Мы попросили Владимира Уговорить Лесю Отменить Операцию И побыть Эту ночь С ним Дома Лесе же Накануне Рассказали Что Стефана Удалось Спасти И сейчас Он находится В реанимации Одной из Клиник Города Затем Мы попросили Владимира Уехать Якобы На срочный Заказ Владимир Своими Глазами Смог Увидеть Чудесное Исцеление Леси Алло Это я Послушай Он выжил Да я не знаю Как Я дома Я два часа Буду одна Приезжай Ты с*** Подождите Подождите Нам же нужно Узнать О чем они говорят Кто они такие Ну беритесь Терпение Ты взагалі Розуміешь На який ризик я бішов Мене ж могли побачити Наприклад Твій сусід Не переживай Он на даче Послушай Немец выжил Я теперь Ты придумал Что-нибудь Что нам делать Ще трохи И мы дожмемо в Ивана И він віддасть нам хрест Вот уроды Послушай Ты что Совсем не догоняешь Я тебе объясняю Немец выжил И даст против меня показания Да не гори Ты наражаешь нас на небезпеку Ты повинна Сама Сробити так Щоб повернути хрест Розуміешь? Каким образом Этот ідиот Положил його в банк С*** Ты у меня еще попляж Організація тобі За що гроши платить Ты повинна була ще місяць тому Все принести Ты разумію за грошей Які мы ж**ли Полностью согласен С последним утверждением Поздравляю вас С выздоровлением А вы что вообще Здесь делаете, а? Вам кто дал право такое? Заходите как к себе домой Я вообще Не дошла Вот, смотри Нас снимала Скрытая камера Я тут за грошей Мы напедставили Это вы уже Расскажете в полиции Позже Леся и Алексей Признаются Что были членами Преступной организации Они занимались поисками реликтовых вещей А затем Подсуетили Владимиру В жены Кровь монахини Он является сильным Галлюциногеном Но так быстро испаряется Что обнаружить его Уже через пару часов В буквальном смысле Невозможно Пытаясь во что бы то ни стало Убедить мужа Отдать реликвию Она даже привела в дом Подставного экстрасенса Смерть немецкого коллекционера Тоже на ее совести Виходит Целых два года Они под видом частного музея Проворачивали свои аферы Да И естественно С лестницы никто не падал А доброе, что Сестра Володимира Втрутилась в частную И той звернулся до нас В очередной раз Мистика разбилась Арифу реальности И заметь Личная жизнь Никому не помешала Здравствуйте, Настя Привет Я пойду в лабораторию Треба навести порядки А кофе? Не, дякую На сегодня Марин Мне нужно с тобой Парой слов перекинуться Привет Привет